Воскликните Господу вся земля! Благодарьте Его, благословляйте Его, имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в рот и рот. Слава Господу! Слава Господу! И несмотря на все сложности, которые есть, приятно, очень приятно душе, приятно находиться на этом месте. Я думаю, что в каждой семье есть какие-то сложности. И так же самое в нашей церкви есть сложности и проблемы, не без этого. Но когда ты приходишь на это место, и ты видишь эту красоту, ты видишь, как люди готовились, как прославляют Бога, твое сердце, оно насыщается, оно набирается, оно как бы трепетает перед Богом. И это прекрасно. Я бы хотел сказать, дорогая церковь, я люблю вас. Я благодарен каждому из вас за то, что вы находитесь на этом месте, за то, что вы трудитесь. И там при входе, когда мы входили, там были разные слова благодарности, и там было на разных языках написано, на разных языках. Интересно, я нашел интересный факт. Есть местописание, которое я хотел бы прочитать. Это Евреям, 12 глава, 27 стих. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать». В другом переводе написано так. «Поэтому, получая царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны и в благодарности будем поклоняться Богу так, как Ему приятно в почтении и страхе». И вот один и тот же текст, но одно слово, оно по-разному звучит. «Благодать» в одном случае и «благодарность» в другом случае. И вы знаете, что интересно, что в греческом языке слово «благодать» будет «харис». «Харис», «благодать» с греческого языка переводится как «харис», а «благодарение» переводится как «епхаристо». И оно, вот это слово, оно созвучно друг с другом. На французском языке «благодарение Богу» звучит как «grace, adieu», «grace, adieu». На английском языке «благодать» звучит как «grace», «grace». На итальянском языке «спасибо» звучит как «graция», «graции», да? На испанском «gracias». И вот почему-то «благодать» и «благодарность» «благодарность» стоит на одном как бы уровне. И это очень важно знать и понимать для нас всех, что когда мы неблагодарны, мы находимся вне благодати Божьей. Когда мы неблагодарны, мы находимся вне благодати Божьей. Вы не можете быть в благодати Божьей, оставаясь неблагодарными. Нельзя отделить благодарность от Божьей благодати. Так что мы можем сказать «будем благодарны», и мы можем сказать «будем хранить благодать», как здесь было написано, это практически одно и то же. Я бы хотел с вами вместе так вот открыто поговорить. Если у вас есть возможность, пожалуйста, достаньте свои блокноты и ручки, у кого они есть, у кого нет блокнота и ручки, пожалуйста, достаньте телефоны. Хотя не очень хорошо телефоны носить на служение, но у кого есть Библия или есть заметки. Если у вас есть заметки в телефоне, пожалуйста, достаньте, если вам не сложно. Я хочу всего лишь такой эксперимент провести вместе с вами, задать вам три вопроса. Я хочу, чтобы вы написали три ответа на эти три вопроса. Первое. Напишите, пожалуйста, за что вы благодарны Богу. Вот просто подумайте, не спешите. У вас есть возможность, мы потратим всего несколько минут на такой эксперимент. Напишите, пожалуйста, или просто ответьте на вопрос, если вы не записываете. И просто ответьте сами себе, за что вы благодарны Богу. Да? Это первое. Второе, что я хотел бы, чтобы вы ответили на вопрос, это за что вы благодарны мужу или за что вы благодарны жене. Да? За что вы благодарны мужу или за что вы благодарны жене. Подумайте, вот за что можно сказать вот спасибо жене или спасибо мужу. Или, например, если вы еще не женаты, напишите, за что вы благодарны родителям. За что вы благодарны родителям. Да? Второй вопрос. Третий. Вспомните проблему, которая вот у вас есть. Я думаю, что все мы в своей жизни проходим определенные какие-то испытания. Кто-то больше, кто-то меньше. Вспомните проблему, которая вот у вас сейчас есть на данный момент. И подумайте, за что в этой проблеме можно поблагодарить Бога. Подумайте, за что в этой проблеме можно поблагодарить Бога. И напишите ответ. И вот эти ответы, которые вы сейчас запишите, пожалуйста, сохраните их. У вас есть возможность через год открыть этот блокнот или эту запись через год на День Благодарения открыть и посмотреть, что вы туда записали. Возможно, можно на День Рождения открыть или на Новый Год, когда вы подводите какой-то итог в своей жизни, просто откройте и посмотрите, что вы туда записали. Я думаю, что уже где-то через несколько месяцев, уже, возможно, под Новый Год, когда принято подводить итоги, вы посмотрите на ту проблему, которая у вас была. И посмотрите, как Бог решил вашу проблему. И скажете Богу спасибо. Потому что, когда Иаков говорил, что с великой радостью, братья мои, когда вы впадаете в искушение, принимаете с великой радостью, то Иаков как раз имел это в виду, что когда у вас какая-то проблема, найдите в этой проблеме плюс. Найдите в этой проблеме какой-то плюс. Что Бог хочет через эту проблему вам сказать. И поблагодарите Бога. Статистика говорит, что те люди, которые уделяют хотя бы 5 минут в день и ведут какой-то блокнот, встают утром и благодарят Бога. Статистика показывает, что те люди приблизительно, я так скажу, где-то на 17 или на 20% счастливее тех людей, которые этого не делают. Но я думаю, что статистика и ученые, которые сделали этот вывод, которые опрашивали людей, брали какую-то выборку людей, давали им задание вот так делать, что она немножко заниженная. Я думаю, что человек по своей природе, когда он делает это каждый день, пишет, за что он благодарен Богу, за что он благодарен родителям, за что он благодарен жене, за что он благодарен мужу. Потому что есть за что благодарить. Когда он это делает, он сам по себе, вот того не замечая, он становится счастливее. Я думаю, что намного больше, чем на 17 или 20%. Кроме этого, здоровье человека улучшается. То есть пишет, что гормональный фон становится в норму, давление приходит в норму. В общем, человек становится более счастливым, более радостным, более как бы человеку от этого становится хорошо. То есть когда человек замечает и благодарит Бога на постоянной основе, или даже, если лучше, если он это записывает, то он просто становится счастливым человеком. Представьте себе, вот это, к этому выводу пришли мирские люди. Они просто делали вот какие-то записи, статистику, вот они к этому выводу пришли, что удивительно. И было бы хорошо, чтобы мы тоже имели такую практику и пришли к этому выводу вместе с вами. Что еще хотелось бы сказать? Давайте с вами посмотрим на статистику, потому что, чтобы нам понять вообще, в каком положении мы находимся, нам нужно с чем-то сравнивать. Все познается в сравнении, кто-то из философов сказал, все познается в сравнении. И вот когда у меня было детское, я задал такой вопрос детям, говорю, вы вообще, ну как бы, вам нравится жить в той стране, в которой вы живете? Ну, наверное, больше половины сказало, что нет, не нравится. Ну, не нравится. И я бы хотел прочитать статистику. Представьте себе, что вот мир, и мы этот мир сократили до 100 человек. Я думаю, вы слышали об этом, об этой статистике, она очень интересная. И вы этот мир сократили до 100 человек, сохранив при этом все пропорции и соотношения, которые существуют. И мы посмотрим итоги. В этом случае 57 из них были бы жителями Азии, 57 человек. Представим, что весь мир – это 100 человек. 57 из них были бы жителями Азии, 21 Европы, 14 Америки, имея в виду всю Америку, Южную, Северную. И всего лишь 8 человек были бы из Африки, 52 человека были бы женщинами и 48 мужчинами, 30 из них были бы белые, 70 не белые, 30 христиан, 70 человек не христиан, 6 человек обладали бы 59% всех богатств в мире. 80 человек жили бы в бедности, 80 человек жили бы в бедности, и 100, 70 не умели бы читать, 50 голодали бы или не доедали бы. Один умирал бы в данный момент времени, и один рождался бы в данный момент времени. Из 100 имел бы компьютер, один из 100 имел бы высшее образование. Теперь еще несколько фактов. Если вы можете отправиться и молиться там, где вы молитесь, без боязни того, что вас изобьют или убьют, то вы один из счастливых среди трех миллиардов людей, которого этого счастья не имеют. Если вы можете отправиться и молиться там, где вы молитесь, без боязни того, что вас изобьют или убьют, то вы один из счастливых из трех миллиардов людей, которые этого счастья не имеют. Если у вас есть холодильник, хоть с какой-то едой, если у вас есть хоть какая-то одежда, крыша над головой и где спать, то вы богаче 75% всего населения Земли. Если у вас есть хоть какой-то счет в банке, какие-то деньги в кошельке или какие-то монетки в сумке, то вы относитесь к 8 наиболее счастливым человекам из 100. Таков наш мир. Я думаю, что нам иногда нужно задумываться над этим, особенно тогда, когда мы жалуемся. 50 людей голодают и недоедают из 100, каждый второй. Один всего лишь из 100 имеет образование, один из 100 имеет компьютер. Если вы имеете еду, у вас есть хоть какая-то одежда, то вы богаче 75% населения Земли. Вот такая вот статистика жесткая и неумолимая. И я думаю, братья и сестры, когда ты это осознаешь и начинаешь, ты начинаешь просто понимать, насколько Бог тебя благословил. Насколько Он дал тебе все, чтобы ты просто был благодарен Ему. Давайте вспомним вместе с вами еще один пример из Священного Писания. Это Ева. Вспомним Еву, Эдемский сад. И вы помните, что в Эдемском саду было все прекрасно. Прекрасно. Было все прекрасно. Были разные деревья, плоды, прекрасные плоды. Вот у нас тут тоже есть прекрасные плоды разного рода. Разного рода. И это красиво. Но я думаю, что в Эдемском саду было еще больше. Я думаю, что в Эдемском саду было просто невероятно много разных плодов и фруктов. Ну, скажем так, ну на любой вкус. На любой вкус. И все было прекрасно в этом саду. Но Ева, она почему-то встала возле того дерева, возле которого стоять нельзя. Из всего того многообразия, которое было в Эдемском саду, Ева почему-то встала возле того дерева, которое не нужно было там стоять. Вообще не нужно было бы в том месте находиться. И мы иногда вот по своему рассуждению думаем, ну мы бы, наверное, точно не приближались бы к тому дереву, если бы у нас было вот такое многообразие плодов. Да, за километр бы, наверное, не подходили бы к нему. Но вот в этом образе, в котором оставило нам Священное Писание, я думаю, что мы можем найти себя. Вот я вам сейчас прочитал статистику. И вы знаете, вот при том всем, что у нас все есть, почему-то мы всегда смотрим туда, где у нас чего-то нету. Мы смотрим вот туда, где вот у нас нету этого, и мы смотрим туда. И нам становится тяжело. И плохо. И вот так поступала Ева. Понимаете, делаем свой фокус, направляем туда, где ну не нужно нам. У нас уже все есть. Мы направляем свой фокус вот туда, где вот нам туда не нужно смотреть. Бог нам так много дал. И я, знаете, я думаю, что вот в жизни нашей всегда будут люди, вот они будут талантливее вас. Всегда будут люди, которые будут талантливее вас, которые будут лучше вас в чем-то. Будут больше вас знать. Будут люди, которые будут больше вас иметь. У кого-то будет дом лучше. У кого-то машина лучше. Всегда будут люди в вашей жизни. И если человек фокусируется на том, чего у него нету, фокусируется на том человеке, видит свои недостатки. Вот знаете, как много примеров можно привести. Да, вот возьмем женщин, которые прекрасны. Бог создал их просто прекрасными. Но они смотрят туда, куда вот есть еще лучше. Вот мне бы такой быть, как вот там где-то в журнале, да, или на обложке журнала. Вот есть за что благодарить, но хочется туда вот посмотреть. Да, или мужчины. И вот просто нам нужно понять с вами одну вещь. Всегда будут люди, которые будут лучше вас. Но вы не должны фокусироваться на этом. Просто вот остановиться и подумать, что Бог тебе дал. Вспомните, пожалуйста, такие моменты из вашей жизни, когда вот вы рассматривали альбом, да, альбом со старыми фотографиями. И вы смотрели на этот альбом, смотрели на себя молодого, или вот, может быть, там был какой-то человек, которого вы, вот он вам, ваш какой-то близкий человек, но его уже нету сейчас. В данный момент времени его нету. И вот когда ты смотришь на старые фотографии, видишь этого человека, и тебе так приятно становится на душе, так хорошо, ты смотришь, вот какой был прекрасный человек, или там любимый, или там, я не знаю, бабушка, или дедушка, или родители ваши. Но почему-то мы не ценили вот в тот момент времени этим человеком. Или когда ты смотришь на себя, смотришь в молодости, такой красивый, но в тот момент времени, когда ты вот был на той фотографии, ты этим не ценил. Ты просто-напросто так же само был, возможно, в расстроенном состоянии, что ты какой-то не такой, тебе чего-то не хватает. Где-то ты больше, где-то худее, где-то шире, или еще что-то. А вот проходит время, смотришь альбом, смотришь на себя, думаешь, ну такой красивый. Чего я вот это выдумывал на себя? Это с одной стороны. С другой стороны, это когда мы не ценим и не благодарим своих близких. Смотришь на альбом, видишь этого человека, но его уже нет. И думаешь, почему я не благодарил? Почему я с ним не был в хороших отношениях? И так вот время проходит год за годом. Мы теряем близких, мы теряем настроение, мы теряем счастье, потому что ставим свой фокус на том, что не должно ставить. Становимся в ту позицию, в которой стояла Ева. Бог нам дал заповедь. 1 Фессалоникийцам 5 глава 18 стих. Заповедь. Там написано, что за все всегда благодарите. За все всегда благодарите. И помните тот случай, когда 10 прокаженных, вот они, Христос увидел их, да, и Он говорит, пойдите, покажите священнику. И когда они пошли по дороге, они исцелились. Они получили исцеление. Но помните, что сколько из них пришло поблагодарить Иисуса Христа? Один. Один всего лишь пришел. и начал благодарить. Я бы хотел вспомнить то место Писания. Я его не записал. Вы знаете, там так интересно, что там написано, что Он начал благодарить и хвалить Иисуса Христа. И Иисус Христос, Ему как бы задает вопрос, а где те? 9. Почему они не пришли? И вот этот один, он посмотрел Христос на него и сказал, я не помню точного дословного, но он сказал такие слова, что вера твоя спасла тебя. Встань и иди, говорит, вера твоя спасла тебя. И вот можно задать себе вопрос, через что этот один, который имел исцеление, через что он получил спасение? Как вы думаете? А сколько исцелилось? 10 исцелилось. 10 человек исцелилось. 9 из них получили исцеление, но один получил спасение. Через что? Через благодарение. Через благодарение. Поймите, дорогие братья и сестры, что благодарение – это неотъемлемая часть наша, наша с вами. Благодарение – это неотъемлемая часть. Если мы хотим получить спасение, мы должны быть всегда благодарны. Благодарны Богу за жизнь, за работу, за жену, за мужа, за родителей, за все. Через это мы можем получить спасение. Вспомним еще один пример. Слуга должен был 10 тысяч талантов. И вот царь, там написано, царь решил рассчитаться в своем государстве, и вот они нашли этого слугу, который должен был 10 талантов, привели его, и он начал молиться, просить прощения, «Прости, вот подержи на мне». Там написано, что господин сказал, чтобы продали его, продали его имение, его жен и детей, и вернули долг, который он должен, 10 тысяч талантов. Я вот никогда не замечал, что там вот написано так, как бы жестко, да, чтобы продать его имение, чтобы жен, детей продать, да. И вот за наши поступки мы всегда несем какое-то наказание, вот за наши проступки, грехи мы должны понести какой-то определенный, мы имеем какой-то определенный долг. Поймите, вот когда мы согрешаем, мы несем последствия. В детях, последствия в финансах, последствия в жизни нашей, мы имеем последствия. И Бог, как бы, Он говорит, если ты хочешь благословения, то ты должен соблюдать Слово Божие. Если ты согрешаешь, ты понесешь последствия. И он встал на колени и начал просить у Бога прощения, не у Бога, у царя. Начал просить прощения, чтобы тот отпустил. И написано, что царь, он как бы сжалился на этим слугою, написано, и простил ему долг тот. И этот слуга, он выходит, как бы прощенный, и находит того человека, который ему должен был сто динаев. И он взял, написано, душил его и бросил его в темницу. И вы знаете, дорогие братья и сестры, вот из этого примера можно вот для себя тоже взять вывод, что нужно быть Богу благодарными за то, что Он нам очень много простил. Первый какой вывод мы можно сделать из этого вот местописания, вот мы приходим к Богу, приходим в церковь, молимся Ему, просим прощения, и вы знаете, и воспринимаем это прощение, как будто бы должное. Вот как будто бы Бог должен нам простить, и мы имеем право на это прощение. Вот такое вот у нас восприятие. Мы приходим, и мы с Бога вставим в такое положение, что как будто бы Он нам должен простить, вот как тому человеку, 10 тысяч талантов. Друзья, я вам сейчас вот вопрос задаю, так же самое, как и себе. А вообще нам Бог что-то должен? Ничего не должен. А вообще мы вот имеем право, мы имеем право на прощение. Это часто вопрос звучит, и мы говорим, мы имеем право на прощение. Нет, братья и сестры, мы не имеем права, мы никакого права не имеем. Нам никто ничего не должен. Бог, это такая личность, Он самодостаточен. Богу не нужно, вот Ему не нужно то, что вы Его благодарите, это слава Богу, но Ему не нужна ваша благодарность. Вот вы должны это понять, что Бог самодостаточен. У Него все есть. У Него все есть. Любовь, благодарение. Я вам не могу передать даже эти слова, но Он самодостаточен. Богу не нужно наше благодарение, это нужно нам. Благодарение нужно нам, а не Богу. Он просто нам говорит, чтобы мы это делали, потому что нам от этого будет хорошо. Если мы будем Бога благодарить, нам от этого будет хорошо, мы на 20% станем счастливее. Давление придет в норму, гормоны все станут на свои места. И Бог, зная, что для нас хорошо, Он нам дает заповедь, чтобы мы благодарили Его. Хотя на самом деле Богу это все не нужно. Бог самодостаточен. И вот вы знаете, нельзя приходить к Богу с тем, что Он нам должен простить. Нам Бог ничего не должен. Надо приходить к Богу с благодарением и с пониманием того, что нам это нужно. И когда мы понимаем, что Бог нам много простил, 10 тысяч талантов, Бог нам много простил, мы должны уметь прощать и ближнего своего. И когда мы будем благодарны Богу за прощение, мы сможем простить эти 100 динариев. Но что эти 100 динариев? Это копейки. Ну что вот, если мне ближний что-то сделал, назвал он меня как-то не так, обозвал. Я не знаю, вот что-то он мне сделал такое нехорошее. Это, поймите, это 100 динариев. Это 100 динариев. Но мы хотим за эти 100 динариев его взять, вот задушить, бросить в темницу и как бы по всем фронтам с ним разобраться. Ну потому что же, ну, нехорошо же так. И когда мы будем понимать, что Бог нам простил много, мы сможем простить эти 100 динариев, эту мелочь. Мы сможем иметь друг с другом взаимоотношения. Мы сможем прощать друг друга, сможем любить друг друга. Когда нам приходит понимание того, сколько Бог нам простил. Я одну историю услышал такую, что одна женщина, она вот услышала об этой статистике, что когда человек записывает, за что он благодарен, и вообще, когда он использует это в своей жизни, то его жизнь меняется. И у этой женщины, у него были проблемы с мужем. Да, брак, он шел как бы к тому, что он мог развалиться. И она вот услышала это и начала практиковать в своей жизни. И она говорит, вот муж приготовил завтрак ей с утра, и она подошла, говорит, спасибо тебе большое, я так благодарна тебе, что ты приготовил мне завтрак. Он говорит, а я это делаю каждый день. Он говорит, да, она говорит, да, я знаю, поэтому я благодарна тебе. И потом говорит, что второй случай был, что они были оба уставшие, и так получилось, что просто все устали. А ее муж был очень, ну как бы доктор, уважаемый человек, они оба устали. И говорит, после работы, и он сел за руль, хотя как бы она была за рулем, он говорит, давай я сяду за руль. И он привез домой, она говорит, мы приехали, я говорю, спасибо тебе, что мы были уставшие оба, но ты сел за руль. И вот так она начала действовать в своей жизни, и вы знаете, она говорит, что она спасла свой брак, благодаря тому, что она стала благодарить своего мужа. Или наоборот, если муж начинает благодарить свою жену. И вы знаете, что выражение благодарности, оно может быть в разных эквивалентах, в разных вещах. Вы, например, вот вспомните, что Иаков, Иаков, когда он шел, убегал от дома, от Исава он убегал, вы помните, ему было видение. Иаков, он лег там на камне, ему было видение, он говорит, истинно на всем месте дом Божий, да? Назвал это место Вифиль. И когда он увидел это видение, Бог ему там сказал, что он благословит его, его как бы чувства, они вот так переполняли его, и его благодарность, оно выражалось вот в таких вещах, что он говорит, Господи, если ты меня благословишь, я всего из того, что я имею, я отдам тебе десятую часть. Вот благодарность Иакова выражалась в этом, в финансах. Его благодарность выражалась в финансах. У разных людей может быть разная благодарность. Мы можем поблагодарить жену тем, что мы возьмем, по-моему, там посуду, например. Другой может поблагодарить там жену, что он подарит ей цветы. Жена, может быть, поблагодарит своего мужа, что не только там спасибо скажет, ну там сделает что-то для него, я не знаю, там поможет ему в чем-то. И вот благодарность, она выражается не только в словах, но и в делах, в поступках, так же само в финансах. Она может выражаться в разных. Вы знаете, вот есть такая книга, там, по-моему, 4 или 5 языков любви. И в этой книге она говорится о том, что человек может найти язык любви своего партнера. Кому-то нужны слова, кому-то нужны подарки, кому-то нужны еще что-то. И вот в благодарности, благодарности тоже так же. Благодарность может выражаться в разном. Кто-то может пойти, там, я не знаю, помочь кому-то в чем-то. Это тоже будет благодарность. И вы знаете, вот эта женщина, она спасла свой брак только тем, что она благодарила своего мужа. И вот у нас есть такое, как бы, понятие, я даже не знаю, как, нам все что-то должны. Понимаете, вот муж должен, жена должна, церковь должна, пастырь должен, член церкви должен. Все что-то нам должны, ну вот, чтобы поблагодарить за то, что мы имеем. Да, вот мы не видели, как это все готовилось. Кто-то же пришел, вот поставил сюда эти фрукты, овощи. Кто-то потрудился при входе, поставил этот стенд, там, разные слова. Хор потрудился, оделся вот красиво. И вы знаете, вот мы все воспринимаем в своей жизни, как будто это должное. Вот все нам что-то должны. А вот чтобы поблагодарить, чтобы быть благодарным, вот этого почему-то нет. Но я верю, что будет. Я верю, что будет. Пусть Господь Бог поможет нам. Итак, итог, дорогие братья и сестры. Первое, что нам нужно запомнить. Первое, это нам нужно быть благодарным. Каждое утро, когда мы встаем, быть благодарным Богу за то, что мы живы и здоровы. Вы знаете, я вот, короткий пример. Когда я был в больнице, я болел. Мне так тяжело было, высокая температура. И я думал, что мне просто, ну, невыносимо тяжело. Мне так тяжело, Господи, за что ты мне это послал, это испытание. Я лежу один, никого не пускают. В общем, коронавирус был. И вы знаете, вот в этот момент просто-напросто почему-то мне выпадает реклама, все время выпадает реклама в Ютубе, благотворительность, и показывают детей, которые болеют раком. Вот такого никогда, вот именно в больнице. Я лежу, мне показывают ребенка, ему там 10 месяцев или полтора года, и он болеет раком, у кого белокровие, у кого там еще что-то. И он проходит химиотерапию. И вот этот ребенок, которому полтора годика или три годика, вот он лежит и плачет, а это жуткие боли, дорогие братья и сестры. Когда человек проходит химиотерапию, это жуткие боли, это больно. А когда это переносит ребенок, это вдвойне тяжело вообще, это тяжело смотреть на это, не то чтобы переносить. И мне выпадает все время эта реклама, вот это, что нужно помочь детям. И я когда на это смотрю, я думаю, ну вот куда я со своей болезнью и со своими проблемами еще жалуюсь Богу, что мне тяжело. И вот это умение благодарить Бога за то, что ты имеешь, за то, что у тебя все есть, за то, что у тебя есть здоровье, что дети твои живы и здоровы, это очень хорошее качество. И первое, что мы должны делать, это с самого раннего утра уметь благодарить. Это меня тоже касается. Утром встал, забыл, побежал, не успел помолиться. Вот это все в спешке, в суете. Нужно немножко остановиться. Второе, это не фокусироваться на проблеме. Не нужно фокусироваться на том дереве, на котором фокусировалась Ева. Не нужно как бы обращать внимание на то, чего у вас нету. Потому что у нас будет от этого падать настроение. Мы будем от этого грустными, несчастливыми. Нам будет тяжело это переносить. Лучше сфокусируйтесь на том, что у вас есть. И третье, это не ждите ничего взамен. Нам никто ничего не должен. Но мы всем должны. И пусть Господь Бог поможет нам, дорогие братья и сестры, быть с благодарным сердцем. Быть в благодати Божией. Потому что когда мы будем в благодарности Богу, мы будем входить в благодать Божию. И вот когда пелась эта песня, да, и когда они пели хвала Ангцу, да, благодарение Ангцу за то, что он пролил свою кровь, и когда сердце наше переполняется благодарностью, нас начинает наполнять благодать Божия. Благодать Божия. Да поможет нам Господь Бог, чтобы эта благодать всегда была с нами. Чтобы мы всегда были благодарными друг другу, жене, родителям, мужу, детям, просвитеру, церкви. Чтобы мы всем всегда были благодарны. И тогда Божия благодать всегда будет над вами. Аминь. Будем молиться. Пусть Бог благосовет нас.